Плановое заседание высшего законодательного органа власти региона началось со знакомства с врио-губернатора Алексеем Русских. Глава региона при дворе заседания выразил надежду на конструктивную работу и пообещал часто бывать в региональном парламенте. Я готов применить весь свой накопленный законодательный и управленческий опыт на благо, применить его на благо жителей Ульяновской области. Я рассчитываю на то, что мы с вами, несмотря на партийную принадлежность и различия в политических взглядах, сумеем найти общий нерв эффективного сотрудничества. На первой части заседания рассмотрели 15 вопросов, касающихся внесения изменений в законы региона. Работа парламентариев была слаженной. И неудивительно, среди тех, кто внес предложение об изменении законодательства, фамилии, которые еще совсем недавно трудно было представить рядом. Гвоздев, Гебаддинов, Кузин, Малышев. Одними из самых значимых депутаты определили изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Введение нового восьмого направления реализации финансовых средств именного капитала семья. А именно оплаты стоимости проезда ребенка-инвалида и одного из родителей или законных представителей ребенка-инвалида, совместно с ним проживающего, к месту нахождения медицинской организации, государственной муниципальной системы здравоохранения, для получения консультации врачей-специалистов по вопросам охраны здоровья ребенка-инвалида, его медицинского обследования, лечения или медицинской реабилитации по направлению врача медицинской организации и обратно. а также стоимость их проживания. Напомним, средства капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение платных медицинских услуг, образование, отдых детей. На оплату проезда капитал можно будет использовать с июля этого года. Также во втором чтении принято, что празднование Дня дружбы народов в Ульяновской области будет перенесено с 30 июля на 3 субботу мая. Эту поправку внес в Рио губернатор Алексей Русских. После перерыва также плодотворно были отработаны 47 вопросов федерального законодательства. Кажется, депутаты наконец-то научились обсуждать без агрессии и громких и оскорбительных заявлений.